Всем приветик! Мы сегодня приехали в такой небольшой город, называется Ипсвич. Ну, просто чуть-чуть сейчас прогуляемся. В общем, мы попали сюда достаточно так неожиданно, и я про город сама ничего не знаю. Ну, кроме того, что он находится практически уже на побережье, и, ну, как бы здесь такой залив. Раньше был порт, сейчас город прошел джентрификацию, и более такой современный стал. Ну, сейчас погуляем, посмотрим, что тут есть. Вот, это центральная улица, как обычно во всех маленьких английских городах. Пешеходная и магазины тут, да? Вот, и мы сейчас как раз спускаемся к побережью, посмотрим тоже, как выглядит побережье. Так, вот смотрите, Tudor Style, архитектура, и там какие-то магазины находятся. Такое типичное английское. В общем, кто-то из подписчиков мне написал, расскажите, как одеваются англичане. Какая у них там мода и тенденции. Ну, вот мы приехали в английский городок. Ну, хотя он тоже считается multicultural, как бы мультикультурный, более и более иностранцев здесь сейчас. Но по сравнению с Лондоном, все-таки это английский. Вот, смотрите, как одеваются англичане. Очень по-разному, скажем сразу. Вот, в общем, пока вы смотрите, как одеваются англичане, я вам расскажу, как мы пережили эту зиму. Эту зиму этой весной. Ну, все уже знают, естественно, что у нас был Beast from the East. Да, такой, в общем, циклон, который длился несколько дней и поверг страну в ужас и коллапс. И, ну, в общем, что интересно, английские дома, конечно, вообще не приспособлены для того, чтобы, ну, к такой погоде. Потому что, во-первых, все коммуникации, трубы, они выведены наружу, да, они по стенам идут. И если сильный мороз, то просто трубы могут замерзнуть. И просто будет там даже в раковине вода плохо проходить, потому что замерзла труба. Или, например, вот я смотрела в интернете, в сети, какие самые главные темы обсуждения были местные. Ну, тема номер один, где достать санки, потому что снег высыпал там на три дня. И многие писали, что я никогда не думал, чтобы Дублонда не задавать этот вопрос. Но такой шанс нельзя упустить. Подскажите, где купить санки, чтобы кататься. А вот, значит, и вопрос номер два. Скажите, что делать? У меня перестал работать бойлер. Потому что, наверное, тоже вы знаете, что в Англии нет центрального отопления. Да, вот, представляете, 21 век центрального отопления нет. Практически все дома отапливаются бойлерами. Это газовое отопление. И, в общем, в нашей квартире... Ну, бойлеры разных типов бывают там, более старые, более новые. У нас стоит комби бойлер, например, в квартире. То есть бойлер, который греет и батареи, газ, и воду тоже горячих в кране. И все, в общем, оттуда идет. В общем, мороз ужасный. Перестал работать бойлер. Вот. И часто это бывает связано с тем, что у бойлера есть такая труба steam pipe, которая наружу выводит пар периодически, чтобы... Ну, чтобы его охладить, да? Вот. И, в общем, эта труба у некоторых замерзала, потому что она снаружи дома находится. Бойлер переставал работать. Вот. Ну, в общем, не все же так разбираются, что там какие трубы. Вот. Потом писали в интернете и говорят, мы звонили в службу эту бойлерную. Они не могут приехать, потому что снегопады. Они не могут... Ну, короче, не могут доехать просто даже до нас. И говорят, ждите. А как ждать-то, когда холод собачий уже все на себя надел? Дома температура 10 градусов. Потому что, как я и сказала, английские дома не приспособлены к тому, чтобы существовать в такой минусовой температуре. В общем, несмотря на то, что английские дома выглядят достаточно основательные, они построены там из кирпича, не какие-то там сборно-счетовые домики. Но, во-первых, многие дома стоят просто даже как-то без фундамента, что ли, их строят. На первом этаже просто пол очень холодный. Во-вторых, окна. Очень часто здесь одно стекло, одна рама. Не как в России, две. И если, например, кто-то поставил себе две рамы окон... Ну, с двумя стеклами, двойная рама, не две рамы, двойная рама, то в объявлении, когда квартиру снимаете, об этом даже всегда указывается. Двойная оконная рама. То есть это такая дополнительная опция. Так же, как указывается, еще пол-ламинат. Потому что чаще всего стелят ковролин по той же причине, в общем, чтобы было теплее. Также двери английские. Я не знаю, во всех ли домах или нет, но просто у нас, например, дверь на улицу тоже выходит сразу. Не на лестничную клетку. И это просто такой тип стеклопакет со стеклом. Ну, просто стекло матовое. То есть эта дверь такая же, как окна, с одной рамой. Вот. И поэтому, конечно, когда на улице сильно минус, то все вот эти вот... Все вот эти вот окна, все вот эти вот двери, они очень-очень холодные. Вот. И... Я даже не знаю. Я иногда у кого-то из уничтожан спрашивала, ну, почему не сделать двойные рамы, мне сказали. А у нас климат такой, что нам не нужны двойные рамы. В общем, у англичан, у них такой другой заход. С другой стороны, они стерят ковролин, потом они очень активно продают такие длинные подушечки, которые кладут там под дверь или на подоконник, чтобы не дуло. Еще большая индустрия грелок у них. И целые отделы есть чехлов на грелке для того, чтобы с грелками спать, когда холодно. И... Да, вы будете смеяться, но здесь до сих пор люди 21 век, современные люди спят в кровати с грелкой. Вот какая-то улица скучная пошла. И... Да, в общем, вот так вот люди и живут, и поэтому неудивительно, что в 0 градусов тут некоторые ходят на улице в шортах и в футболках, потому что у них, в общем, такая толерантность, видимо, к холоду вырабатывается за годы существования здесь, что, в общем, они как-то холод перестают, видимо, чувствовать. А русские люди, как мы, мы мерзнем с этими рамами и с этими окнами, с этими ламинатами, и мы включаем бойлеры на полную катушку, и они у нас, в общем, вырубаются в неподходящий момент, потому что вот не выдерживают. В любви англичан к старым машинкам. Здесь очень много я вижу машин, припаркованных на ходу, вот таких вот. И очень часто ими владеют, не то, что это какой-то дедушка, это у него там с молодости машина осталась. Как у нас, когда жила в Москве, у одного дедушки была такая машина, стояла перед подъездом, и на нее каждое лето чинил, 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 потом умер. Она так и не поехала. Здесь очень часто ты видишь молодые люди, такие за рулем. Ну, хипстеры, в общем, какие-то. На стареньких машинках очень популярно. Не знаю, насколько это удобно, и насколько вообще это практично. Наверное, вообще не практично. Вот, но стиль требует жертв, как и красота. Итак, вот, смотрите, мы дошли до моря, но это как бы не море, это просто такое марина тут. В общем, раньше в этом городе здесь был порт и доки, куда привозили всякое добро. Вот здесь, видно, еще остались старые здания. Вот, но потом доки как-то потеряли свои, в общем, свое значение. И после джентрификации здесь стали строить на месте доков вот такие квартирные дома. Вот, смотрите, видите, они... Ну, не высотки, но видно, да, что это современные дома. Вот, и стоянка для яхт. И на самом деле, квартиры в этих домах достаточно дорого стоят, даже дороже, чем, может быть, снять там, например, дом. Иногда дороже здесь квартиры, потому что все такое модное, современное, и место популярное. Вот, в общем, такое трендовое тут место. Марина такая, и современные квартиры. Ну, и, конечно, если вы приехали в порт, то что нужно делать? Съесть фишн-чипс, конечно. Вот, ну, в общем, удовольствие, на самом деле, достаточно банальное, но, мне кажется, нет ничего прекраснее, чем сидеть, смотреть на яхты и выпить чашечку кофе или бокал шампанского, или съесть фишн-чипс. Вот, иногда нужно себя порадовать. Вот этот вот приветливый мужчина, которому губы накрасили, это кардинал Томас Волси. Вот он какой был с кошечкой. Здесь ему памятник стоит в Эпсвиче. Вот, еще смотрите, какие фахверковые дома старые. Все тоже такие кривенькие уже. И вот, смотрите, например, тут на углу, какая колонна подпирает этот дом, чтобы он не обвалился. Вообще, тоже такая вся старая, деревянненькая, вообще. Вот, а второе, что хотела показать, это почтовый ящик. Ну, тоже красный, так как в Лондоне, но совсем не такой. Такой тоже, другого образца. Классно, правда? Все такое очаровательно ободранное. А, вот. И что, Томас Волси жил в этом доме, да? Не, он опоз... Он что? По другой стране. Он опозиций. А, вот как раз тот Томас Волси, помните, про которого я рассказывала, который подарил Хамптон-Корт Генри Восьмого. Вот, он из Ипсича. Будем знать. И все такое, видите, пыльное, как в фильмах ужасов. Вот, мы уже идем обратно. Что еще хочется сказать про маленькие города? Смотрите, сейчас без 25. И все уже закрывается. Все рынки уже собираются. Магазины закрываются. Все пустеет. Улицы пустеют. Люди идут домой. Сидеть дома, смотреть телевизор. Вот такая... Вот такая вот тут жизнь. Так, ну все, мы, кажется, погуляли и едем домой. Потому что уже вечереет и холодает. Так что всем спасибо, кто посмотрел. Кажется, все вам рассказала, что знала. Все показала. Вот. До новых встреч в эфире. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok